2 сентября в Узбекистане начались вступительные экзамены в ВУЗы. Они будут проходить в течение 14 дней в две смены. В первый день от тестовых испытаний за нарушения были отстранены 59 абитуриентов, которые лишились возможности поступить в ВУЗы в этом году. Как обстояла ситуация на местах сегодня, знает Джамшит Суатов. В пяти районах столицы по шести адресам, на стадионе Пахтакор, в Ботаническом саду, национальном парке, студенческом городке, на крытой сценической площадке Парка Победы и в парке Ашхабад проходят тестовые испытания для абитуриентов. Представителями ответственных организаций созданы все необходимые условия, организованы дезинфицирующие коридоры. Наряду с санитарными требованиями уделяется внимание обеспечению прозрачности. Так, благодаря бдительности ответственных сотрудников, их сегодня были выявлены нарушители. В частности, в ходе тестовых испытаний на территории студенческого городка выяснилось, что двое абитуриентов сумели пронести мобильный телефон и шпаргалки. Уже на первых минутах экзаменов нарушителей были отстранены. Также более 220 человек не пришли на тесты. Ещё больше настораживает подобная картина. Родители и близкие родственники абитуриентов всё ещё продолжают собираться на месте проведения тестов. Аналогичная ситуация и на территории стадиона Пахтакор. Нет никакой социальной дистанции. Да и медицинские маски не все носят правильно. Собираться на этом месте строго запрещено. Наши граждане в курсе последних нововведений. Однако, несмотря на это, они продолжают нарушать подобные правила. Мы усилим профилактические и разъяснительные работы. Что касается нарушений со стороны абитуриентов, они сегодня были. В частности, семь человек пытались пронести мобильные телефоны, которые были обнаружены нашими сотрудниками. В строгом соблюдении установленных правил продолжаются и творческие экзамены. Наша съёмочная группа побывала и в Государственной консерватории Узбекистана. В каждой аудитории установлены камеры видеонаблюдения. Весь процесс будет записан. У моих друзей впечатления очень хорошие. Это успокаивает. Я готов к экзаменам. Настроение отличное. Только что вышло с экзаменов. Всё очень прозрачно. В прошлом году я не смогла поступить в этот вуз. Но я учла свои ошибки. Готовилась тщательно. На 2020-2021 учебный год для обучения в вузах Самаркандской области выделено 12 875 мест для бакалавриата. В этом году на поступление в вузы региона было принято более 139 тысяч документов, что на 26% больше, чем в прошлом году. Конкуренция только возрастает. В каждой смене сдают экзамены 1140 абитуриентов. Наряду с созданными условиями для них усиленный контроль. Делается всё необходимое для обеспечения прозрачности. К сожалению, немало тех, кто пропускает экзамены. Вчера не пришло 93 человека. Сегодня отсутствовало более 100 абитуриентов. Выявляются и случаи нарушения правил. И вчера и сегодня были зафиксированы нарушения, когда абитуриенты пытались пронести запрещенные предметы. А это мобильные телефоны и шпаргалки. Также был случай, когда один человек пришёл на тесты вместо другого. Напомним, что технические устройства всё фиксируют. Повышена бдительность и ответственность сотрудников. Любого нарушителя ждёт отстранения от экзаменов. К сожалению, и здесь мы видим большое скопление людей. Несмотря на многочисленные предупреждения, близкие родственники абитуриентов приходят на места проведения тестовых испытаний. Среди них есть и люди преклонного возраста. В строгом соблюдении правил карантина вступительные тесты продолжаются и в Средоринской области. И здесь сегодня было немало отсутствовавших, среди которых есть и опоздавшие. К сожалению, они также не были допущены до экзаменов. В ходе тестов строго контролируется каждый сектор, где установлены камеры видеонаблюдения. Соответственно, каждый под контролем. Ну а нарушители будут отстранены от тестов. Напомним, с результатами экзаменов абитуриенты смогут ознакомиться сразу на следующий день на сайте dtm.us.